На Кубани проходит акция «Безопасное детство», направленная на профилактику детской безнадзорности, травматизма и гибели детей в результате пожаров и других чрезвычайных ситуаций. О том, как эта профилактическая работа построена в нашем районе, смотрите в следующем сюжете. На территории района сформированы 24 постоянные межведомственные рабочие группы для посещения по месту жительства семей, нуждающихся в особом внимании. Это семьи, находящиеся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации и многодетные семьи. С ноября по январь все они будут проверены. Цель самая главная, она основная – это безопасность детей, проживающих в этих семьях. Безусловно, есть факты нарушения пожарной безопасности, где не соблюдаются эти правила. Поэтому с целью разъяснения, предупреждения таких чрезвычайных происшествий, которые могут произойти в этих семьях с детьми, в несчастных случаях, эти посещения не организованы. У нас определены данные категории семей. 128 семей мы посещаем в период этой акции. Проживает в них 297 детей, большая цифра. Кроме того, еще работниками социальной защиты и центра социального обслуживания посещаются многодетные семьи, 1600 в нашем районе. Этот вопрос на ежедневном контроле главы района Романа Ивановича Сенеговского, председатель комиссии Виталий Иванович Титаренко, наши муниципальные, информируют, докладывают о результатах. В состав межведомственных рабочих групп входят представители школы, специалисты управления социальной защиты населения, центры занятости, медицинские работники, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, участковые полномоченные полиции и пожарные. В ходе посещения они обследуют помещение на пожарную безопасность, рассказывают о мерах соцподдержки, которыми может воспользоваться семья, оказывают помощь в решении проблемных вопросов. По итогам рейда составляется акт обследования жилищно-бытовых условий, где отмечаются все рекомендации. Сразу же намечается план работы с конкретной семьей по тем запросам, которые установили участники комиссии в ходе проверки. С каждым годом ситуация все лучше и лучше. Мы посетили уже практически все семьи, в понедельник заканчивается. У нас и пойдем повторно в эти семьи с целью уже контроля. У нас только 9 случаев выявлено, где есть нарушения, серьезные нарушения пожарной безопасности, где есть нарушения электрооборудования, проводки. Все они были устранены, повторно эти семьи были посещены. Еще одна из главных целей при посещении этих семей это выявить факты жестокого обращения с детьми. У нас, слава богу, в таких случаях не выявлено и в принципе обстановка в этих семьях благоприятная и благополучная. Конечно же, Роман Ивановичем было дано поручение оказывать всякое содействие, всяческое содействие этим семьям, в том числе и продуктами питания. У нас 15 семей получили продукты питания. И в общей сложности 47 семей помощь получили. Также через акцию «Вторые руки», где по сезону была детям выделена определенная одежда, необходимая данной семье. В принципе, весь декабрь эта акция будет у нас проходить. Зимой риск возникновения пожаров из-за работы отопительных и нагревательных приборов увеличивается. Поэтому необходимо быть предельно внимательными к соблюдению правил пожарной безопасности. Ну и, конечно же, рассказывать о них детям, которых нельзя оставлять одних. Постоянно они должны быть под присмотром. То есть, прятать от них спички и другие зажигательные устройства. Не поручать надзор за отопительными приборами, котлами, газными печами, электроприборами, нагревательными. Это и, в принципе, любыми электроприборами детям, особенно детям младшего школьного возраста. Ну и не оставлять их дома одних, желательно. Потому что дети, оставшиеся дома одни, им все интересно, они везде лезут, что может привести к печальным последствиям. Еще одна причина пожаров и травм у детей – это нарушение правил использования пиротехнических изделий, которые, к слову, несовершеннолетним продавать запрещено. В преддверии праздников новогодних дети также у нас любят взрыв-пакеты и другие пиротехнические изделия. Детям пользоваться ими нельзя. То есть, согласно законодательству, лица, не достигшие 18 лет, во-первых, предприятия, реализующие данные товары, не имеют права отпускать данную продукцию, ну и пользоваться ими, соответственно, тоже нельзя. То есть, родителям необходимо следить за тем, чтобы и проводить с детьми своими работу, а о том, что данными вещами пользоваться им нельзя. В случае, если вашему несовершеннолетнему ребенку продали пиротехническое изделие, вы можете позвонить по телефону горячей линии Управления по торговле и защите прав потребителей 4-21-03. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».